Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Наимии. Вот одно из описаний содержания 11 главы, который мы сегодня будем читать. «Иерусалим окружили стеной, но он все еще не был полностью заселен жителями, а поэтому считался городом слабым и презренным. И следующей заботой для Наимии стало заселение его обитателями». Об этом и рассказывает данная глава. Какие методы предпринимали для его заселения, какие начальники из Иуды и Вениамина проживали там, кто из священников и левитов проживал там. Некоторые города и села Иуды и Вениамина были заселены остальными членами их семей. Об этом тоже рассказывается в этой главе. И мы читаем 11 главу. «И жили начальники народа в Иерусалиме, а прочие из народа бросали жребий, чтобы одна из десяти частей их шла на жительство, святой город Иерусалим, а девять оставались в прочих городах». Иерусалим – это образ церкви. Поэтому слова, что «жили начальники народа в Иерусалиме», их можно понять так, что желательно, чтобы начальники были людьми воцерковленными. Потому что если начальники над нами не воцерковленные, то есть они не живут в этом небесном горнем Иерусалиме, отражением которого является земная церковь, то с такими начальниками, конечно, трудно. И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме. Речь идет о том, что они решили жить в этом городе, а остальная часть народа, они жили в окрестностях Иерусалима и даже в отдаленных землях, святой земли от Иерусалима. Благословения тем, которые согласились жить в Иерусалиме, обусловлены тем, что жить в столице всегда более опасно, особенно если страна окружена врагами, есть внутренние враги, коллаборационисты. В этой книге Наимии о них много говорится. Есть внешние враги, нападение будет именно на сам город. Поэтому воцерковленный человек, он понимает, что есть некая опасность и для его карьеры, если он начальник, но при этом он должен помнить о том, что, как говорится, без Бога не до порога. И лучше претерпеть что-то не очень приятное для себя, но оставаться вполне воцерковленным человеком. Вот главы страны, которые жили в Иерусалиме, а в городах Иудеи жили всякие в своем владении по городам своим, израилетяне, священники, левиты и нефинеи, и сыновья рабов Соломоновых. В Иерусалиме жили и сынов Иуды, и сынов Вениамина. Далее перечисляются имена тех, которые жили в Иерусалиме. Это до 24 стиха, а с 25 по 35 стих перечисляются имена тех, которые жили в городах и селах вне Иерусалима. И окончание этой главы, 36 стих, «И левиты имели жилища свои в участках Иуды и Вениамина». То есть, если священники в основном жили в Иерусалиме, потому что они служили по чредам, правда, не все священники жили в Иерусалиме, то левитов значительная часть жила вне Иерусалима, потому что те левиты, которые не были потомками Аарона, они не могли священно действовать в храме, хотя они были левиты и получали даже десятины от народа. Но из своих десятин они жертвовали священникам, служащим в святом храме. Итак, в этой главе, обозревая ее, мы видим структуру отношений между теми, которые жили непосредственно в святом городе, и теми, которые жили в его окрестностях. Это как бы взаимоотношения между центром и периферией, скажем так, епархиальным управлением и епархией. Действительно, большая часть храмов находится вне того места, где епархия. Это очевидно. Но епархия не существует без храма. И здесь очень важно, чтобы были отлажены какие-то отношения в смысле получения десятин, не более десятин, потому что все, что больше десятин, это нечестие и разбойничество. Чтобы приходы платили епархиальные взносы в виде десятин, а десятую часть дохода храма священники могли оставлять себе, а потом отделяя от своих десятин. Таким образом формировался порядок, ведь храмов было значительно больше, чем в епархиальном центре, и они могли бы поддерживать этот центр, и там было бы всего предостаточно. При такой ситуации ни священники, живущие вне Иерусалима, не должны требовать сверхдесятин, ни священники, живущие в самом Иерусалиме, не должны требовать от левитов, от народа, больше, чем те десятины, которые они получают. В противном случае система начинает разваливаться, как бы она уничтожает сама себя. Как сказано в Христово, если город разделится сам себе, он не устоит. А единство епархиального начальства, духовенства, священников и народа Божия, если это единство любви, это залог того, что не смогут противники расшатать это единство. Поэтому не будем играть с ними в поддавки. Спасибо всех, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok